Послушайте, а вы уже ели суп из лисичек? Отлично, ведь август – это грибной сезон, он набирает обороты. И увы, кстати, друзья, даже лисички бывают ложными, а значит, очень опасными для здоровья человека. Как сделать так, чтобы тихая охота была только в радость, и что предпринять при первых признаках отравления грибами, нам сегодня расскажет врач-токсиколог, заведующий токсикологическим отделением больницы скорой помощи в Минске Богдан Андрей Николаевич. Ну, будем без отчества уже обходиться. Доброе утро. И вдвойне приятно беседовать за чашечкой ароматного чая. Сладкие подарки предоставлены партнёром программы «Кондитерская фабрика Витьба». Бисквитные сладости от Витьбы – это неисчерпаемый источник хорошего настроения. Витьба. Наполняем жизнь вкусом. Попробуй нежные, имплазированные пирожные с молочной, клубничной и вишнёвой начинкой. Как чудес на воду, если рядом с другом, силой смелость у нас наполняет Сноу-Макс. Сноу-Макс – сказочно вкусно. Андрей, у вас даже в должности звучит некая тревога – врач-токсиколог. Скажите, в больнице уже зарегистрированы какие-то обращения граждан за этот летний грибной период? Да, каждый год регистрируется. Но по статистике это всё зависит от урожайности грибов и от того, как охота у наших пациентов начинается. И, в принципе, уже 35 пациентов с лёгким отравлением и отравлением средней степени тяжести попали к нам и благополучно выписаны. Но эта статистика как-то на убыль идёт. Я даже не знаю, как это сказать. То есть, в принципе, есть какая-то тенденция к снижению отравлений грибами? Потому что каждый год все говорят, вот это нельзя, это нельзя, эти не употребляйте. Аккуратно. А с другой стороны, Саша, вот наши предки, наши бабушки и дедушки прекрасно разбирались в грибах. Это было, можно сказать, для многих основной пищей. И они каждый грибок знали в лицо. А потом, когда перестали особо охотиться на грибы, естественно, и забыли, как они выглядят. Я, например, вообще не очень разбираюсь, поэтому мне не доверяйте, если я кому-то грибной суп сварю. Так вот, в связи с этим тенденция как? Сейчас с каждым годом статистика доли поступивших пациентов снижается. Может быть, влияют какие-то профилактические меры. Но раньше прямо эпидемия была, семья поступала. Вот где-то за сутки могла поступить до двух-трёх семей. Вот, потому что всё это употребляется после охоты лесной именно семьями. Либо неправильно приготовленная кулинарная обработка страдает. Либо это какие-то условно-патогенные грибы, либо ядовитые грибы. И, в принципе, сейчас люди стали более разборчивые. Они уже не хотят приносить из леса такие условно съедобные грибы, такие сыроежки. Вроде бы, да? Все хотят такие благородные грибы употреблять в пищу и заготавливать. Ну вот, Саша начал с того, что про лисички заговорил. Казалось бы, ну уже лисичку чем-то перепутать сложно, но бывает и такое. Вот как действительно обезопасить себя? Может быть, есть какие-то методы? Может быть, если вы часто сталкиваетесь с такими людьми, с грибниками, которые рассказывают, как они употребляли, как они собирали. Вот какие советы можно дать? Тут главное не метод, тут главное правило. Не знаешь гриб – не бери. Сомневаешься – выбрасывай. Если сомневаются два человека, тем более выбрасывай или не бери. Я знаю, есть ли какие-то такие советы, что, например, срез лизнуть, если он не горчит, значит, гриб хороший. Либо, когда отвариваешь грибы, обязательно бросить луковицы. И если луковица посинеет, то значит, там во всех грибах есть какой-то ядовитый попался. Все это отработанные народные методики, которые, к сожалению, не срабатывают. Да, и ни в коем случае не почернеет, не изменит лук свой цвет. Вы сами ходите за грибами? В целях ознакомления, например, сбор грибов, я иногда студентам показываю, что есть, например, ядовитый гриб, а что есть, например, гриб-двойник. Это очень интересно, когда люди не знают, когда они первый раз, например, везут бредную поганку. Но, тем не менее, хожу за грибами, но употребляю в пищу только лисички и шампиньоны. А те, кого отдаёте? А те… Для студентов, для ознакомления. Ну, а вот какие советы можно дать, то есть, если уже сходили в лес, что-то там поели, почувствовали нехорошо? Главный совет – это качественная кулинарная обработка. Вот, это длительное кипячение и удаление отваров, и двойное кипячение, да. Либо же люди, которые страдают какими-то заболеваниями желудочно-кишечного тракта, да, не употреблять им в пищу грибы. И, конечно же, детям дошкольного возраста это противопоказано употреблению грибов, потому что у них ещё не сформированы ни органы, которые вывозят токсины, ни желудочно-кишечный тракт. И это слишком тяжёлая пища для детей дошкольного возраста. Ну, и для взрослых это тоже, между прочим, тяжёлая пища, потому что каждый гриб имеет ещё, помимо своих каких-то особенностей, ещё покрытие хитиновой оболочкой, и она очень трудно переваривается организмом. Ну, есть определённо какая-то небольшая доза, да, для человека, там несколько ложек грибов, которые для пищеварения, ну, если это хорошие грибы, и чтобы всё легко и просто для организма пройдёт. А если кто-то, как раньше было, целую сковородку нажарит грибов и съест, то это уже тяжеловато. Можно, нужно по-другому. В принципе, тут не надо превращать грибы в какую-то вообще принятую пищу для приготовления, для каждодневного употребления. А грибы должны являться каким-то украшением для стола. Лакомством. Андрей, о грустном. Если всё-таки что-то пошло не так, вот какие симптомы первые, которые чувствует человек при отравлении грибами? Симптомы первые проявляются при отравлении грибами спустя час-три часа. Это те грибы, которые обладают гастроэнтеротропным эффектом, которые воздействуют именно только на желудочно-кишечный тракт. Если это будет ядовитый гриб, а у нас в мире ядовитым грибом является только бледная поганка, она в 99% случаев обладает смертельным исходом отравления её. Это если не лечить? Это если не лечить, да. И если несвоевременно оказывается помощь. И вот при отравлении поганкой какие симптомы? Поганкой инкубационный период, то есть первичные симптомы отравления возникают спустя 6, а то и 24 часа. В этом и есть особенность отравления бледной поганкой. Если это какой-то съедобный или условно съедобный гриб, то всё пройдёт благополучно при правильном оказании специализированной помощи. То есть устранится первичные симптомы рвота, диарея, потеря жидкости из организма, солей. То есть если это всё вовремя восстановить, медикаментозно оказать помощь, то есть благополучно человек уходит из больницы на первые-вторые сутки. То есть, по сути, почувствовал себя что-то нехорошо, часа через три после того поели, да, и надо срочно набирать телефон скорой. Правильно я понимаю? Да, несомненно, каждое отравление грибами – это госпитализация, но до приезда скорой помощи можно оказать себе путём самой взаимопомощи первичные какие-то, ну, такие методики, да, это промывание желудка, да, но промывание желудка ни в коем случае, никакими растворами, кроме воды. Вот. Обычная или кипячёная вода, то есть, ну, она должна быть в большом количестве. Это не стакан, не два, а от трёх до шести литров. И потом, после того, как промывание прошло, то есть мы таким образом удаляем несосавшийся яд, мы можем связать эти токсины ещё сорбентом каким-то. Ну, что есть под руками, это, конечно же, уголь. Уголь принимается не как в народе приходится одна-две таблетки, а принимается один грамм на килограмм. То есть для взрослого человека это порядка шестидесяти таблеток. Один грамм на килограмм? А я думала, одна таблетка на десять килограмм. Я так понимаю. Ну, зато, если тут такое отравление, то и ведёрка угля съешь. Но это именно та эффективная доза, которая поможет справиться с отравлением. Ой, спасибо, Андрей. Вы столько интересного нам рассказали. Казалось бы, всё просто элементарно, но многие об этом не знали. Знаете, очень полезная беседа у нас получилась. Спасибо за советы. Мы тоже желаем вам и вашим пациентам крепкого-крепкого здоровья и только приятной тихой охоты. А кондитерская фабрика «Витьба» желает вам ещё приятного аппетита. И вот это удивительная сладость нашего партнёра. Ну, не вместо грибов, но после хорошо приготовленных грибов. Это лучше грибов. Напомню, этим утром с нами беседовал врач-токсиколог, заведующий токсикологическим отделением больницы скорой помощи в Минске, Богдан Андрей. Спасибо большое. Идём провожать нашего гостя. А с вами увидимся буквально через несколько минут.